Итак, танкисты, что же нам подвезли сегодня в магазинчик? Ммм, супер! Наборы с танками, голдой и тададададададам! Бустерами! Всё, о чём вы мечтали, теперь в одном наборе. И начнём мы с ВК-4503. Немецкий тяжёлый танк седьмого уровня. На самом деле, смелое решение со стороны Wargaming вводить подобный танк в продажу, когда баланс на этом уровне, мягко сказано, поломан к чертям. Ведь даже если в своём классе этот танк может быть и неплох, то противостоять имбам он всё равно не сможет. Коих very-very много на данном уровне. То есть, если объективно, рационально смотреть, то уже на этом этапе видео можно точно сделать вывод, что покупать в данный момент ВК-4503 не стоит, так как в большинстве случаев вы будете на нём проигрывать. Пока порождят просторы об лица такие танки, как Дракула, Хелсинг, Тайп-62, которые никогда не подвернутся нерфу, покупать премиум на тяжёлую технику – откровенная глупость. Разве вам хочется постоянно дохнуть, при этом зарабатывая копейки по итогам боя, заплатив за сие удовольствие 1900 р? Я думаю, что нет. Да, никто не говорит, что танк плохой. Просто сейчас не его время. Ну, а чтобы не быть голословным, давайте пробежимся по ВК и вспомним, что он из себя представляет. Почему вспомним? Потому что ранее он уже вводился в продажу, и вы могли уже видеть первое впечатление по нему. Начнём мы, конечно же, с главного преимущества – тяжей брони. Не АМХ, конечно, но и не КВ-3. Для тяжёлого танка маловато. Если даже у Тигра первого на 2 мм в бортах и корме больше, то что уж тут уж говорить. Конечно, ВК обладает рикошетными формами, хорошими наклонами брони, но всё равно её катастрофически не хватает. Нас спокойно прошибают средние танки в лоб, а это уже создаёт нам серьёзные проблемы. Да, бывают случаи, мы получаем непробитие или рикошеты, особенно если речь идёт о башне. Однако рассчитывать на броню, как в случае с советскими танками, не стоит. Очевидно, что за этот параметр ставим минус. Далее орудие. Ну, тут должно быть всё очевидно. Это немец, это тяж. А значит, орудие скорострельное, обладает отличным пробитием, неплохим ДПМом и ювелирно-точное. Так как это премтанки, естественно, параметры орудия слегка занижены. По правилам фри-ту-вин. Однако оно по-прежнему остаётся комфортным. Что касается уэнов, то, в принципе, для тяжа вполне неплохие. Но в бою их, конечно, не хватает. Учитывая, что броня не наш конёк, то хотелось бы и больше, чтобы размен с противником был выгоднее нам. Ну и напоследок хотелось бы отдельно отметить пробитие. Наконец-то на премии мы можем использовать голду лишь реально в экстренных случаях. В 90% нам хватит пробоя на ББшках. Это реально плюс, так как я всегда поражался тому факту, что играя на большинстве премтанков, приходится использовать чуть ли не в фулл голду. За орудие, естественно, ставим плюс. И последнее, что стоит рассмотреть, подвижность. Понятное дело, если брони у нас почти нет, то подвижность должна присутствовать. 38 максималка, хорошая для тяжа манёвренность, вполне даёт шансы не дать себя закрутить СТ и ЛТ, быстро добираться до нужных огневых позиций. Не самый быстрый, но и далеко не самый медленный. Крепкая середина, если вы катаете его с дополнительной муницией. Без... немного слоу-попа. Теперь мы добрались до финансового вопроса. Фармить ли ВК? Честно признаться, не впечатлил. Даже сняв амуницию, не впечатлил. Тайп или Хелсинг выносят из боя на порядок больше серебра. Что касается надёжности фарма, то тот же ИС-2 в этом плане чувствует себя намного увереннее. Что ж, предлагаю взглянуть, как это происходит в деле. ТИКС! Карта у нас эшелон, ребятки. Мы в топе, что не может не радовать. Что у нас у противников, значит, у них тут и курочка, и КВ, и чилики, у нас и французики, и лягушатники. Всё у них есть, короче. Но, как мы видим, состав у них в основном тяжёлый, поэтому ждём их на поле. Вероятно, они могут там пылиться. Либо на центре. Что ж, мы как истинные трушные тяжи, как настоящие ракули, поедем в поле. Вы знаете, в последнее время, короче, я заметил, что я постоянно оказываюсь впереди всех. Вот тупо бой начинается, я знаю, куда надо ехать, я знаю, что нужно делать, и мне это надоело, потому что я всегда первый получаю плюхи. В общем, слонокая вот, ну, в этих кустиках, например. Дождусь засвета и буду действовать. Вот, тупо, пофиг. Смотрим, да, справа у нас, ребятки, засветились. Я так думаю, что туда все лёгкие и средние танки приедут. Наши там трое, их три. Ну, три на три как раз, а мы здесь будем четыре на четыре. Чё-то не светится. Подозреваю, что все поехали, возможно, в центр. И встать в кустики не совсем хорошая идея. Да, мне кажется, что надо отсюда драпать. Подъезжаю к центру. Ну, во всяком случае, если кто-то там стоит, ПТ-шит на ТТ, мы их засветим, постреляем. Короче, ладно, надо двигаться. И опять я вперёд всех лезу. Вот сам, о, засвет. Пожалуйста, все на центре. Зашибись, я тут один. Курочка решил попТ-шить. В общем, всё, расклад, ребят, ясен. Центр, правая его часть, и отщепение с курой. Естественно, начнём с неё. Вот она, хвалённая немецкая точность, ребята. Стреляемся, стреляем. Ну! Паджо! Так тебе и надо. Главное, чтобы сейчас пацаны не прочухали, что здесь слабина, и к нам в болт не заехали. Ну, вперёд. Чуть-чуть. Ну! 192. Ну, не лучше альфа, конечно, но тоже неплохо. Надо, короче, по-быстрому заканчивать с ней. Всё, 84 хп. Мне надо уже направо. Доберут её, короче. Надо направо разворачиваться, ребят, там уже ситуёвины не очень хорошие, наших давят. Надо выручать пацанов. 1-1. Блин. Надо протаскивать, ребята. Надо продавливать, надо тащить. Ис выезжает. Всё, отлично, работаем. Блин, кур никто так и не добрал. Сейчас она, мы со злодом, просто будет крайне жёстко мешать. Ис, и кура. Да и мне тоже она, скорее всего, будет мешать. Но надо бы выручать с Исом, у него альфа больше. Так, этот за домиком стоит. Давай, Ис, вылезай. А у Эдов, вот видите, у Эдов-то не совсем хватает. Ис, 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 ис. Ну. За Родину, мать! Ну, конечно же! Конечно же! Стреляй с немецкой техники, вы не... На! Вот тебе тоже гусеньку. Тоже оттанканём гусеньку. Чиниться не будем, мы его разберём раньше, чтобы он перезарядится. Ну. Пока-пока. Фу, в курочку убрали, всё. Зашибенно, загубенно. Так, посмотрим, как у нас там французы в досягаемости. Но! Хорош! Да, это вот они, наконец-то, пробой у него отличный, ДПМ классный. Но! Вообще прекрасно. Всё, 5-4, это 100% победа, ребята. Осталось только добрать парочку танков. О, КВ? Чёрт, 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 чёрт! Фу, ребята, это было близко. Близко от получения чемодана. Ой, нет, 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 не, оно хочет выстрелить. Ну, оно не прошло, фугасик. Но было страшно. Даже, ребят, не контузил ничего. Всё, АТ-34 остался, он покойник. Фу, КВ. С ником Халк, забавно, да? Так, давай, да верну, не засранься. Глупая была идея, я знаю, надо было чуть-чуть выждать, но... Чем чёрт не шутит? А вось бы... Но! Всё. Победа, ребят, да, конечно, может было без такого жёсткого размена обойтись, но, тем не менее, ладно, можно себе позволить. Тикс, что у нас? Ух, 2,588, 65 тысяч. А, вторая степень. Ну, смотрите, даже суммонится из-за такого довольно неплохо. Почему мы так много получили? Наверное, потому что 1900 опыта так много. Так, давайте теперь снимем амуницию и попробуем раскрыть его весь фарм-потенциал. Уф! Ну, здрасте, карта Мираж. Давно она не выпадала. Мы в топе, это уже радует. Знаете, вот, несмотря даже на этот сетап, ребят, сразу могу сказать, что я поеду налево, к водопаду. Мне кажется, что это одна из лучших позиций на этой карте. По крайней мере, все, кто едут на центральную гору, их можно прострелить с левой и с правой части. Ты защищён посередине этой горой и спокойно контролишь свой перед и лид, соответственно, назад тоже. Поэтому поехали туда. Тем более, вот у них там, я вижу, четыре, да, тяжа. Соответственно, они, скорее всего, тоже туда приедут. Главное, впервые занять эту позицию и светануть кого-нибудь по пути. Первый, кто там засвечивается, он улетает в ангар самый первый. Квас, отвали. Чё ты так не хочешь? Во, видим, да, смотрите, вражеский квас. Но! Чётко, смотрите, сажаем его на гуслю. И смотрите, сейчас его, наши союзнички. Да, успею дать плюшку. Успею, 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 успею. Блик вас, да ты... Тут валите от меня, за это сейчас банят. Капец. Стреляем. Всё, ребят, начался тир. Тупый тир. Всё, видите, они на подъезде просто тают. Попал. Сейчас в СЗ отправляем ангар. БДР, чё он тут забыл? Пятый уровень? Ну, напора тут взвозь. Ну, пятый уровень нам точно ничего не сделать. Тут уже броня спасает. Но! Пускай БДР кому-нибудь другой забирает, он не такой уж страшный. Будем фармить дамаг. Нет, ушёл. Давайте с другой стороны. Надо забирать ВЗ, чё-то его нету не хочет. Ах ты, гад! Всё-таки получили от него. Стреляем по Пантере. Так, у Релла забирайте. Ну, кто-нибудь заберите Релла, лё! Шотный же! Блин, меня так сейчас разберут. Вот это будет, вот это будет эмик фейл. Вот это будет эмик фейл. Ух, слава богу. Так, слушай, я перекодешил? Нет, смотрите, засранство. Нет, нет, давай успеем. То есть, я на разверну за мной. Готово. Быстрый бой, однако, быстрый, ребят. Даже двух минут не прошло. 7-0. Турбослив. Посмотрим, успели мы что-нибудь настрелять. 2-400. Ооо, ну плохо, 71 тонн. Ну-то так-то, ребята. Без муниции это значительная прибавочка идёт, да? Ну-ка, титания. Да, смотрите, снаряжение, камуфляж, сухумулянт. Ну и теперь итоги. Не самый плохой прем. Есть танки намного хуже него на данном уровне. К примеру, фронкенштанг, ПТ, типа пылающего или британское АТ. Но и не фонтан. Фармить посредственно в рандоме чувствует себя скорее плохо, чем хорошо. И стоит почти 2 косаря. Надо ли оно решать, конечно же, вам. Но будь я на вашем месте, то отложил бы покупку этого тяжа на более поздний срок, когда, возможно, починит баланс на 7 уровне. И играть будет чуть легче. Что ж, на этом у меня все. Увидимся на канале. Пока-пока.